МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Середина недели. Среда, сентябрь продолжается. Мы приветствуем вас в проекте «Новое утро» очаровательной Маши Максимлюк. Не сравненный Дмитрий Шиш и вся наша дружная творческая команда желает вам этим утром хорошего дня и отличного настроения. Каким должно быть утро? Хорошо, когда оно ласковое, приветливое и доброе. Заметьте, таких положительных определений достаточно много. А вот если утро не удалось, то как его назвать? Давай не будем, пожалуйста, об этом вспоминать. Пусть лучше останется добрым и чудесным. Тем более мы постараемся сделать его еще и познавательным. Утренняя информация должна быть интересной и занимательной. Например, знаете ли вы, что узнать об условиях покупки новой квартиры можно по трехзначному номеру 700? Просто запомнить, легко набрать. Лидия строительной отрасли Холдинг Кейс 7 Групп продолжает возводить жилой комплекс Илья и предлагает будущим новоселам выгодные условия. Ипотека под 7% через отбасы банк привлекает многих актюбинцев. Но есть и другие программы. Так, банк-центр кредит открыл специальный ипотечный офис, где специалисты банка совместно с Кейс 7 Групп дают полную информацию. Именно сейчас можно сэкономить до 2 миллионов тенге на своей будущей квартире. Подписывайтесь на страницу Кейс 7 Групп Актьюбе в Инстаграме и смотрите планировки. Цены и предложения от застройщика Кейс 7 Групп. Ипотечный центр находится по адресу проспект Молодогуловый, 45 в здании банка Центр Кредит. И кроме этого можно приехать в офис Кейс 7 Групп по улице Газизы Жибановой, 13, и в здании Народной канцелярии по Санкибай-Батыра. Звоните по номеру, дорогие друзья, 8-747-207-0404. Кейс 7 Групп. Мы строим будущее. Сентябрь продолжается. Радуйтесь осенью, друзья. Это новое утро. Мы рады, что новый день вы вместе с нами. Была бы ты рыжая, Маша, поздравил бы сегодня с праздником. В календаре, кстати, 6 сентября указано как день рыжих. Рыжая, я рыжая, я Машуля, ты рыжая. А я, кстати, знаешь, откуда пошло это выражение, что я рыжий, что ли? Ну и откуда? Когда-то давно в цирке были клоуны с рыжей шевелюрой. Им от всех доставалось, и их дразнили, и били, и насмехались над ними. А еще они умели плакать так, чтобы слезы лились фонтаном. Сейчас, в общем-то, это уже не смешно. Ну и хорошо, лучше вспомним о том, что рыжих людей, как, собственно, и блондинов на Земле с каждым поколением, все меньше и меньше вымирающая категория. Пока мы об этом грустим, вы, дорогие друзья, смотрите календарь. Во многих странах сегодня отмечают День Рыжих. Подобных праздников в году несколько, как и истории появления такой даты. По одной из версий, в начале 1980-х годов один житель Калифорнии, Стивен Дуглас, создал Международный союз рыжих людей, призывая объединиться всех, чью голову украшает рыжая шевелюра. В Нидерландах, в провинции Северный Барабанд, в начале сентября проходит фестиваль, посвященный рыжеволосым. Здесь стоит отметить, что в Нидерландах оранжевый, рыжий цвет является национальным. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы напомнить людям о своей уникальности, подаренной природой. Ведь число рыжеволосых от общей численности населения планеты составляет всего 1-2%. Более того, число ярких и красивых рыжеволосых людей на планете постепенно сокращается. История знала периоды, когда редкий цвет волос приписывали потусторонним злым силам, а люди, носившие рыжие волосы, страдали вследствие таких представлений. Известно, что на планете есть регионы, где процент рыжеволосых людей от общей численности населения значительно выше. К таким странам относят, например, Шотландию, Ирландию и Великобританию. Сегодня исполняется 32 года, как Ленинграду возвращено историческое номинование Санкт-Петербург. Город, который называют культурной столицей России, был основан царем Петром I. Санкт-Петербург развивался по строго продуманному плану, который был окончательно разработан к 1712 году. К строительству города привлекали известных русских и иностранных архитекторов, творения которых позволяют считать Санкт-Петербург одним из самых красивых городов в мире. 31 августа 1914 года название города было заменено на Петроград, а в 1924, сразу после смерти Владимира Ильича Ленина, в память о нем город был переименован в Ленинград. 6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено историческое номинование – Санкт-Петербург. После этого постепенно были возвращены исторические названия многих улиц, площадей и других городских объектов. А вот Ленинградская область сохранила свое советское название. День явления Кришны – это знаменательный ведический праздник, который очень широко отмечается в Индии и является всенародным, несмотря даже на вероисповедание. Кришна представляет абсолютное значение жизни, которое находится в основе мироздания за пределами всего. Шри Кришну считают личностью Бога, причиной всех причин. Один из переводов на языке санскрита означает «все привлекающие». Въясадев, мудрец и величайший из историков древности, свидетельствовал о неправедности тех, кто правил людьми тогда около пяти тысяч лет назад. Именно в то время и пришел Кришна, чтобы напомнить человеку об истинных ценностях жизни и образа жизни. Когда настало время его рождения, все планеты заняли самое благоприятное положение. В этот момент повсюду установилась атмосфера мира и процветания. В небе были видны благоприятные знаки, а на земле людей воцарилось счастье. Кришна, хотя и является источником материального творения, никогда не соприкасался с материей и является в своем изначальном духовном теле, состоящем из вечности, знания и блаженства. Поклонники группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова сегодня, несомненно, будут почитать своего безвременно ушедшего кумира. В прошлом году Юрий Шатунов ушел из жизни, но остался в памяти и сердцах людей. Сегодня ему исполнилось бы 50 лет. Невероятная по масштабу слава обрушилась на Юрия Шатунова, когда ему было лишь 13. Известность пришла практически сразу, после первых выступлений в составе группы «Ласковый май» в 1986 году. В его жизни было немало испытаний. Он убегал из дома и даже бродяжничал. Не в силах обеспечить сына внимание, мать решила отдать его в интернат. Но вскоре и сама скончалась. После ее смерти большую роль в судьбе Юрия сыграла директор детского дома в Оренбургском селе Акбулак Валентина Николаевна Тазикенова и руководитель самодеятельности Сергей Кузнецов, заметивший музыкальный талант мальчика. Далее была встреча с Андреем Разиным и немыслимая популярность группы «Ласковый май», фанаты которой буквально жили под окнами своих кумиров. А сегодня среда, скоро и выходные. Не увидите, как пролетит она среда, четверг, пятница и вновь суббота и воскресенье, когда можно отдыхать. 50 лет Юрию Шатунову – это, конечно, дата. Сегодня обещают и памятник открыть в Москве, и фильм показать по Центральному каналу. А в Челябинске устраивают концерт на набережной реки Миас и собирают сквер, назвать его именем. В общем, всенародная любовь и слава не оставляют Юрия Шатунова и поныне. Признание заслужить сложно. Каждый предприниматель знает, сколько сил требует работа на свое доброе имя. Вот скажешь в Ак-Тубе «Анвар» и все сразу понимают, что это бренд. Самая популярная сеть супермаркетов. 30-летие «Анвара» в этом году стало праздником для всех покупателей, потому что огромное количество акций, розыгрышей, скидок и подарков продолжается весь год. Если хотите узнать подробнее, подписывайтесь на страницу «Анвара», нижнее подчеркивание «Ритейл». И, конечно, заезжайте в гипермаркет, где скидок больше всего. Не только на продукты, но и товар для дома. И бытовая химия продается со скидками. Так, крем-чистящий СИФ стал дешевле на 35% и стоит 789 тенге. Отличная новость. Нужно срочно забежать. Упаковка перчаток также подешевела на 30%, а упаковка стирального порошка «Санди» стоит 1856 тенге за 3 килограмма. Торговой сети «Анвар» 30 лет. Эту осень мы встречаем вместе с любимым «Колгейт». На этой неделе на зубные пасты «Колгейт» 100 миллилитров скидка 40%. Всего за 830 тенге. День рождения наш, а скидки для вас. Что ни говори, а выращивать овощи и фрукты самим дело трудное. Но зато, когда зимой открываешь банки с собственным вареньем, с оленями, это так приятно. Мы поддерживаем в этом садоводов. Поэтому хотим, чтобы вы поделились своей радостью. И присылали на нашу страницу утро, нижнее подчеркивание Рика, в инстаграм фотографии своих достижений на конкурс «Мой урожай». Первые участники нас уже порадовали. Присоединяйтесь и вы, друзья. В конце месяца разыграем призы от партнера Туркэвы. И пусть вам тоже повезет. Кто-то летом трудился, а кто-то отдыхал. Хорошо, когда есть что вспомнить об отпуске страны, города, моря. Главное, чтобы погода и прочие неприятности не портили впечатлений. В нашей подборке новостей о туристах есть всякое. Давайте посмотрим вместе. Итальянские таможенники задержали французского туриста, который попытался вывезти из Сардинии 41 килограмм гальки. Француз хотел провести груз в багажнике автомобиля. Купил билет на паром, но в порту его настигла проверка. Дело в том, что с 2017 года на Сардинии действует закон о воровстве песка, ракушек и других сувениров с пляжей. Гальштадт, маленький австрийский город, восстал против наплыва отдыхающих. Местные жители вышли на акцию протеста. Этот город был очень тихим, пока там не сняли южнокорейскую дораму. Теперь во время туристического сезона население многократно увеличивается. Жители утверждают, что иногда из-за туристов им даже негде гулять. Австрийская железнодорожная компания провела рекламную акцию во время двухлетних фестивалей. За татуировку на предплечье предложили возможность бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Набить тату согласились всего шесть человек. Британец Дэвид Фергюсон и француженка Кэролайн Субайру проехали вокруг света быстрее всего на велосипеде среди супружеских пар. Их кругосветка продлилась 204 дня, 17 часов и 25 минут. Всего они проехали 29 тысяч километров на четырех континентах. Поездка на фестиваль в американском штате Невада закончилась тем, что гости надолго застряли в пустыне из-за непогоды. Десятки тысяч участников фестиваля Burning Man «Горящий человек» были заблокированы посреди пустыни Black Rock. Из-за сильных дождей земля под ногами превратилась в толстый слой скользкой грязи. Дороги закрыты. Попытки проехать по ним на автомобилях привели к тому, что почва превратилась в болото. Разрешено передвижение только автотранспорта экстренных служб. После принятой дозы алкоголя 57-летний житель Москвы оказался на удалении около 300 метров от береговой полосы на пляже в Сочи. Его уносило в море. Сотрудники МЧС на спасательном катере подняли туриста на борт и эвакуировали на берег. Доброго утра, дорогие друзья! Просыпаемся, пробуждаемся. Вкусный завтрак, свежесваренный кофе, зарядка для глаз, контрастный душ и признание близкому человеку в любви, Димочка. Я хочу сказать, что я тебя люблю. И я тебя люблю, моя напарница, мой друг и мой партнер. Мы продолжаем новое утро. Путешествовать можно по-разному. Кто-то предпочитает на самолете, кто-то пешком. А можно и на машине. Едешь куда хочешь, останавливаешься где хочешь. Красота! А если вдруг понадобится ремонт по возвращению, например, заменить стекло, всякое в дороге бывает, то вспомните про Нордглаз Ак-Тубе. Нордглаз Ак-Тубе – самый крупный склад автостекла. Самые выгодные цены. Принимается оплата Каспера. Это вас ждут по адресу. Проспект 312, Стрелковая дивизия, 24А или Ярмарка Автолад. Вход номер 3. Второй этаж, бутик 408. Выбирайте лучших и лучшие. Вся информация на сайте автостекла.киза. Телефон для справок. Плюс 7. 701-724-0026. А вот покупателей также приглашает универсальный магазин «Бельмондо». Осенью так много нужно взрослым и детям обновить обувь, купить на новый сезон детскую одежду. Все это в широком ассортименте в магазине «Бельмондо». Здесь же товары для дома, посуда, аксессуары для интерьера, постельное белье, концтовары, детские игрушки. Магазин расположен по адресу. Марисева, 99, дом быта, второй этаж. Часы работы с 9 утра до 8 часов вечера, без выходных. Страница в инстаграм. Страница в «Бельмондо.кз». Машуль, а вот ты любишь осень? Осень люблю. Для меня это романтическая пора, когда можно немного похандрить, посидеть на окне, укутавшись пледом. Зайди в «Бельмондо» и найдешь все, что тебе нужно. Вот как раз-таки вспомнилось про «Бельмондо» и захотелось в кино. А вот что там нового на киноэкранах, афиши кинотеатра «Локомотив» всегда чем-то радует. Будь то голливудский блокбастер или отечественная комедия. Далее у нас в эфире рубрика «Кинолента». Все узнаем о кино и про кино. Главный герой комедийного фильма «Аки Геопараржол» – молодой житель маленького аула Дзидар, у которого год назад умер отец. Его отец Кэрбек Ага был добрым и уважаемым человеком, который всем во всем помогал. Перед смертью старик сказал, чтобы его сердце пересадили больному человеку, который нуждается в нем. Теперь отец снится Дзидару каждую ночь. Покойный просит о помощи. Дзидар узнает, кому досталось сердце отца и вместе с братом сестры и женгешкой летит в столицу к новому владельцу. Оказывается, что сердце получил криминальный авторитет Андрей, погубивший сотни, а может быть и тысячи людей. Вот только после операции бывалый бандит стал меняться, приобретая черты характера Кэрбек Ага. Эти бандиты хотят убить Андрея, который надумал завязать с криминалом. Откуда я родом? Возможно, Птицеград. Птицеград? Не волнуйся, я могу позаботиться о себе. Я не боюсь. Я же орел. Меня все боятся. Веселый приключенческий мультфильм «Пернатый патруль» рассказывает историю орленка, воспитанного курами. Хоть и вырос он на птичьем дворе, инстинкты взяли свое. Герой отправляется по свету на поиски самого себя. Невероятное путешествие приводит орла в Птицеград, где он находит не только своих родственников, но и новую цель – стать членом команды «Пернатого патруля». Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор. Премьера мультфильма прошла в Китае еще в марте. Теперь полнометражная анимация выходит и на наши экраны, призывая зрителей к семейному просмотру. Столько у вас есть, чтобы выбрать свою судьбу. Чао, Роберто! Чао, Роберто! Роберто, расскажи, чем ты занимался дома? Я был госслужащим. Теперь я на пенсии. Я знаю, что такое боль, смерть. Дарю. Куроста. Во-вене. Благодаря этим людям я узнаю, что такое мир. Роберто, это моя жена. Чао. Чао. И я начинаю верить. Чао, Лоренцо! Видишь, ты теперь один из нас. Что именно здесь я и должен быть? «Великий уравнитель 3» – американский боевик режиссера Антуана Фукуа. Продолжение фильма 2018 года «Великий уравнитель 2», основанного на одноименном телесериале. Главные роли в фильме исполнили Дензел Вашингтон и Дакота Фанинг. Сюжет ленты рассказывает о наемнике Роберте Макколи. Его играет Дензел Вашингтон. Он отказался от жизни киллера, работающего на правительство, и изо всех сил пытается смириться с ужасными поступками, которые совершал в прошлом, найдя утешение в вершении правосудия от имени угнетенных. Обретя новый дом на юге Италии, Маккол узнает, что его новые друзья находятся под контролем местных криминальных авторитетов. События становятся смертельно опасными, но Маккол знает, что должен сделать – стать защитником своих друзей, бросив вызов мафии. Уравнитель получил на старте мирового проката более 60 миллионов долларов. Это лучший показатель всей трилогии, уточняют СМИ. С этой школой что-то не так. Я чувствую это. Софья, что случилось? Среди нас есть кто-то, кого здесь быть не должно. Румыния, 1952 год. В уединенном монастыре, затерянном среди гор, неожиданно для всех совершают самоубийство монахиня. Ее находят повешенной, скрепко зажатым в руках ключом. Для расследования странного происшествия в монастырь из Ватикана приезжают священник Энтони и сестра Ирэн. В поисках объяснения они встречаются с единственным свидетелем – местным жителем Френчи. Показывая приезжим тело несчастной, Френчи обращает внимание на то, что оно изменило положение. Но отец Энтони не придает этому значения. Он забирает ключ из рук мертвой монахини и отправляется поговорить с настоятельницей монастыря. Та предлагает ему и сестре Ирэн переночевать в монастыре, а беседу перенести на утро. Эта ночь становится самой кошмарной в жизни Энтони и Ирэн. Они сталкиваются с коварным и могущественным демоном Валаком. Кроваво, трогательно и ужасающе. Кадры, снятые в Экс-Ан-Провансе и Тарасконе, очень красивы. Чистый адреналин, пишут в отзывах зрители, уже посмотревшие картину в Европе. Новое утро. Мы продолжаем сегодня среда, дорогие наши зрители. Напоминаем, что все наши программы вы можете смотреть в Ютьюбе и на сайте rikotv.kyz. А если вы не успели посмотреть всю программу «Новое утро», в любое время можно найти ее на нашем сайте rikotv.kyz или в Ютьюбе, о чем говорил Дима. Подпишитесь на Rikotv и смотрите все программы в любое удобное время. Утром, в обед, вечером. Ночью, за рулем, кстати, но будьте аккуратны. И что бы мы делали без интернета и в социальных сетях, Пашуль? Как ты считаешь? Ну, я считаю, жизнь наша стала бы скучной и неинтересной. Да, в Инстаграме узнаем, где купить подарки, какие украшения. Можно выбрать для любимых женщин. А вот на странице как раз-таки в Охартасах Тюбе есть и цепочки, и серьги, и кольца, в том числе с бриллиантами. Сообщается о поступлении золотых, серебряных и бриллиантовых наборов, что очень важно, спешите приобрести со скидкой, уважаемые подписчицы, возможно, оплата в рассрочку, а также подписывайтесь на страницу GoHartas, нижнее подтеркивание, Охтюбе, или пишите на WhatsApp 8701-667-5291. Сам бутик находится в торговом церкви Нурдаулет на первом этаже, так что приходите и выбирайте украшения для своих любимых и близких. После небольшой рекламы встречаемся с гостями в нашей студии и также продолжаем желать вам доброго и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Мы продолжаем новое утро и желаем всем хорошего дня. Завтра, 7 сентября, в мире отмечается День атмосферного воздуха. Если говорить точнее, Международный день чистого воздуха для голубого неба. Очень красиво и очень проблематично. Во всяком случае, у нас день, видим голубое небо и дышим глубоко. День стараемся дышать реже и пробегать по улице быстрее, потому что кто-то из наших предприятий опять сделал отравляющий выброс. Кто же именно не дает нам дышать чистым воздухом? Знает волонтеры и активный борец за экологию. Основатель сообщества «Ок Тюбе дыши» Евгений Лазарчук. Сегодня он в гостях. Женя, доброго дня. Добрый. А с чего начинается твой день? С смс-тем. Скорее всего, сперва мы просыпаемся с очень тяжелым воздухом, потом пытаемся освободить наши дыхательные пути от жижи, которая накопилась. Вообще, с воздухом в последнее время в «Ок Тюбе» очень все плохо. И у нас очень много загрязнителей. У нас совсем недавно только прекратил гореть все тот же пылающий полигон, который очень плохо влияет на здоровье наших граждан. Полигон как раз-таки очень сильно окутывает БАТС-2, тот спальный район, где очень много сейчас жителей живет. Кстати, там же и в той стороне находится новый роддом. Представляете, дети рождаются, и сразу такой воздух. Просто жесть. Не представляем. Мы только видим в соцсетях. Они это чувствуют. Очень плохо влияет на наше здоровье завод. Вот три завода, получается, больших. Это сейчас АЗХС, АЗФ и Стройдеталь, у которых серьезные выбросы. И когда объявляют ММО, то есть Штиль, в городе очень много накапливается варидных веществ. Плюс ко всему вот этот полигон начинает потом смердить коз со своими сетями. У нас ветер, если дует со стороны полигона, то оттуда не только дымом несет, но еще и запахом фекалий, аммиак. По сетям у нас вырывается сероводород. Где-то сжигают медицинские отходы, кто-то отжигает металл, кто-то во дворе просто сжег траву. И чем мы дышим по итогу? Ну, скажите, пожалуйста, чисто воздух в Актубе – это скорее мечта? Или реальность? Да, и кто в этом все-таки виноват? Вы сейчас назвали несколько объектов. Да, предприятия у нас, ну, город промышленный, основные предприятия, которые работают, и АЗХС, АЗФ, ну, вот «Стройдеталь», «Алина», вот эти предприятия очень сильно влияют на качество воздуха, плюс канализационные сети, как я только что упомянул. Ну, ожидается строительство нового КОС, но к сетям никакого отношения, к сожалению, не имеет. По сетям сейчас используют этот ИФКАС, который для подавления сероводорода, но, как чувствуют жители, подавления особого нет. Поэтому загрязнители все те же, плюс автомобильный транспорт, плюс у нас как раз-таки та пыль, которая в городе очень сильно накопилась. Не будем забывать про ситуацию с мусором. Те мусорные площадки, которые редко вывозят, начинают тоже же прогнивать это все, развитие болезней и тому подобное. Жень, вы сами проводите рейды и реагируете на жалобы в социальных сетях? По рейдам и выявлению экологических нарушений у нас как бы уже отлаженный механизм в самом движении АКТОБИДШИ. У нас есть подгруппа, это «Зеленый патруль», руководителем является Чернобровкин Владислав. Они на постоянной основе мониторят город на выявлении экологических нарушений. Мы вместе выезжаем на промзону. Вы часто видите наши ролики в социальных сетях о задымлении города полигоном, о сливах с канализацией, порывы вот этих систем, очень много видели, как в женишке сливалось на протяжении многих часов фекалий из города. Эта проблема, кстати, была решена или нет? По факту нет. Как выявили о том, что колодец бесхозный, сети относятся как к Булаку, а колодец бесхозный. И никто наказан не был? И никто не был наказан. И километр реки… Да, на Казахстан. Только у нас. Да, километр реки был полностью состоял из этих нечистот, скажем так. И эти же нечистоты поехали дальше по Элеку и по всем водозаборам ниже. Ну, и туда же в Урал. А вот скажите, есть ли возможность найти ответственных? Да, вот удавалось ли с ними поговорить, так скажем? Либо они на контакт никак не имеют? В глаза, в глаза. Практически со всеми… всех нарушителей мы знаем в лицо. В большинстве случаев по тем вызовам либо по тем сигналам, которые мы выезжаем, тоже сжигание медицинских отходов, либо кто-то обжигает металл. Мы видим нарушителей, мы фиксируем это через 102. Соответственно, приезжая полиция, выясняет, чья территория, кто ответственный. Видят видеофотоматериал, который сдается активистами. У нас 6 человек зарегистрированы как общественные помощники полиции, поэтому мы официально собираем этот видеофотоматериал для того, чтобы, скажем так, пришить это к делу, чтобы были доказательства тех действий, которые происходили. Потому что если обращаться в департамент экологии, то они будут писать заявление в комитет, чтобы те разрешили проверку, так как существует мораторий, открытый президенту республики, и не позволяющий просто приехать на место и сразу наказать, либо зафиксировать. Если комитет одобрит, то в лучшем случае, то они приедут через 3-4 дня. А когда что-то сжигается, либо сливается, это нужно реагировать здесь и сейчас. И только через полицию, природоохранную полицию, у нас получается это зафиксировать и как-то наказать. А уже дальше вот этот собранный материал полиции передается дальше. Жень, какие-то давние причины объективны? По загрязнению? Да. Ну, коли эти предприятия существуют еще в 40-х годах, естественно, это очень сильное накопление, плюс работа-то не снижается, деятельность не приостанавливалась. Единственное, то, что нас спасает, это дорожная карта, те обязательства, которые на себя взял бизнес по улучшению качества окружающей среды введением нового экологического кодекса с теми мораториями, которые заключила местная исполнительная власть с группой ERG, с заводами. Как раз-таки по установке фильтров, по аспирационным цехам вот это все, установки меняются, где-то что-то улучшается, новые технологии приходят. Но также остаются предприятия, которые никак не работают в этом направлении, вот я показывал несколько раз строй деталь, которая в выбросах содержится очень большое количество извести и керамзита. Это все оседает в легких, я вот показывал, как мимо окна столк вот этого дыма проходит. И жители Шанхая, жилгородка хорошо понимают меня, потому что там на машинах остаются капельки вот этой извести, которая очень плохо смывается, на подоконнике очень большое количество пыли, вот этой мелкодиспесной, которая далеко в легкие попадает, альвеолы забиваются, это все потом кашель, вот это все респираторные заболевания, возводители. Жень, если виноват в бизнес, что может сделать Экимат? Вопрос. Да. С тем мораториям, с той преградой, которую создала администрация президента, здесь и сейчас решить невозможно. Получается только договариваться о чем-либо. Как договариваться, Женя? Есть ресурсы. Меморандумы только заставить не могут. Сразу начинается обращение в прокуратуру о том, что вмешиваются в бизнес, соответственно, статья есть у нас, препятствие предпринимательской деятельности, и дальше поехала. И никто из Экимата брать на себя такую ответственность не будет, потому что это прямая угроза их работе. Пока существуют моратории, эти нарушители будут им пользоваться, потому что они хорошо знают, что по факту нарушения не приедут сразу. Их должны уведомить о открытии проверки. Их должны, если общественники засняли это что-то, заявление написали, то они должны написать в комитет экологии, это если по департаменту говорить, это здесь и сейчас не получится. И Экимат, как по факту, тоже заставить не может. Только посредством этого меморандума и дорожной карты в рамках вот этих обязательств только они могут заставить. Бывает, и комментаторы начинают писать в социальных сетях. Что вы, волонтеры, можете сделать? Что? Недовольство, комментарии, но по факту. Ну, у нас с 2019 года очень много комментариев о деятельности, о той деятельности, которую мы проводим. Мы сейчас на страницу, ну, и с тех времен начали загружать всего лишь 30% примерно той деятельности, которую мы проводим, того объема работы, потому что люди начали воспринимать это как популизм. Если мы показываем всю нашу работу, то для них это как будто мы бегаем с камерой, чтобы показать себя, смотреть, какими... Лазарчук, да, вот. Лазарчук везде вот это бегает с кучей людей, либо наоборот Лазарчук за счет каких-то людей пытается пропиариться. Мы показываем... Добрые люди. Да, добрые люди. Мы показываем отдельные моменты, где обычные граждане могут повлиять на ситуацию, так же, как с обрезкой. Мы запретили вот с помощью Акимата всю обрезку в городе. Несколько лет люди потом начали возмущаться, потому что ничего не пилят, вот все заросло. Вот опять плохо. И делаешь хорошо, и не делаешь... Провели конкурс. Сейчас с активистами проводится обрезка. Ну, фирмы работают, активисты привлекаются как, скажем так, надзорный орган, либо консультативного характера. На бесплатной основе, это же волонтеры. Туда выезжают, показывают аварийные деревья, либо слишком нависшие. В волонтерском движении есть специалисты профильные, которые работают как волонтеры. Они дают свою оценку действиям, скажем так, по обрезке. Они соглашают какие-то участки. То есть не волонтеры им разрешают, а с волонтерами советуются. То есть у них другое видение. Они выращивают деревья, они хорошо знают, как деревья реагируют на обрезку и в какой вообще период можно. У нас есть правила, скажем так, защиты зеленого зрения, где прописано, что можно, что нельзя. Трактовать правильно тоже не все знают, как. И по законам, по статьям, за которые можно привязать вот это все, тоже не все знают. Так как и участковые, приезжая на место, тоже не сильно разбираются в тех статьях, потому что во многом в бытовых разбираются. А вот что бы вы сделали для комплексного решения проблемы? Просвет виден. Где-то есть просвет в конце туннеля. Столько проблем, столько не лишилось. Наверное, чтобы решить эту проблему, нужно потратить жизнь. Но если все больше и больше граждан начнут задумываться о том, что они могут повлиять на ситуацию, город станет значительно тише, чище. По одному только мусору можно понять культуру нашего народа. То есть в первую очередь за собой идти? Соответственно, нужно начинать с себя. Если ты хочешь что-то изменить, так же и говорят, начни с себя. Почему другие страны очень сильно так шагнули в этом? Потому что там штрафы бешеные. А если у нас начинаешь говорить об этом, ты против народа. Нельзя так говорить, нельзя так делать. А в другой стране почему-то не мусор, а в другой стране так не относятся. Те же ассенизаторы, которым выделили определенное место, куда они могут приехать слиться. Небольшие суммы стоят, там 500 или 700, мы в последний раз говорили. Но они все равно либо где-то в неконтролируемые колодцы сливаются, либо просто в лесополосу едут, сливают эти нечистоты. Соответственно, это все потом гниет и бродит, и это все запахами дышит население. Плюс страдает сама лесополоса, как определенный участок. Поэтому все начинается с самого народа, не с Акимата. Может, реестр нарушителей составить, прокуратуру? Коллективные заявления. Коллективные жалобы? Всем городом собраться и выйти на какую-нибудь запастовку такую. Ну, сами митинги там по экологии особо ситуации не меняют, потому что есть законы, есть вот эти все правила, в рамках которых и работают все надзорные органы, вся исполнительная власть. И сильно на ситуацию это не повлияет. Единственное, при, допустим, вот когда горел полигон, если бы люди обращались в больницы, регистрируя ухудшение здоровья, и с этими данными потом пошли в прокуратуру либо в департамент экологии с заявлением, на ситуацию можно было бы по-другому повлиять. Вы уверены, что можно было бы повлиять? Конечно, это же прямой вред. Это нанесение прямого вреда. Ну, это обычная идея. Наши люди, мне кажется, видели в этом только негативное и боялись, может быть, идти в те же больницы. А может, просто поленелись? А может, просто кто-то не знает? Значит, народ неинформирован был. Неинформированный, инертный. Очень много можно говорить об этом. Мы сколько уже говорили народу о том, что они могут сами влиять на ситуацию, ту же обрезку. Если видят где-то уничтожение деревьев, сразу звоните 102. Нет, либо кто-то отправляет нам сделать что-то. Когда мы говорим, вызывайте полицию, у меня нет времени. Либо я не хочу с соседями ссориться. Либо там мой знакомый, либо Киевала там что-то делает. Как я буду против него что-то говорить? Но вы приедете и сделаете. Очень обширная тема. Евгений, спасибо за то, что топите за наш город, в котором мы живем. Спасибо. Ну, мы по факту хотим жить в чистом городе, в родном городе. И чтобы стыдно не было. И стыдно не было. И мы хотим передать этот чистый город своим детям, чтобы они нормально жили. Понятно, за очень большое количество лет наш организм уже настолько пропитался, что для нас выезд просто куда-то на природу, это уже как-то подвиг. Как глоток чистого воздуха. Вы сами часто выезжаете на природу? Ну, мне, наверное, повезло больше. Я сейчас провожу очень большое количество времени на своем питомнике. И ветер в большинстве случаев на город, и я не дышу там с их близким этим воздухом, оно возвращается туда, и, естественно, настроение падает, потому что там столько запахов. Хорошего дня. И хорошего запаха. Да. Вам спасибо огромное за то, что этим утром нашли время и пришли к нам в студию. Всегда рады. А далее в нашем эфире появятся гости, с которыми мы поговорим о юбилее музыкальной школы в городе Ак-Тюбе. Оставайтесь с нами и напоминаем, смотрите наши программы в Ютубе и на сайте рекотовая.кз. Не переключайтесь, друзья, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы продолжаем новое утро. Всем хорошего настроения. Учебный год начался во всех учебных заведениях Ак-Тюбе. И в некоторых он будет не простым, а юбилейным. 80 лет назад в Актюбинске появилась первая музыкальная школа, которая начала готовить профессиональных музыкантов. Сегодня в детской музыкальной школе номер один преподает новое поколение учителей, среди которых есть и выпускники этой школы, и в нашей студии преподаватель Актюбинского музыкального колледжа, концертмейстер Вера Емельянова и руководитель Каменного оркестра областной филармонии имени Газизы Жубановой Алимжан Ермекбаев, также заслуженные деятели искусства Республики Казахстан. Мы вас приветствуем, поздравляем с праздником, поаплодируем друг другу. Спасибо, что вы сегодня с нами, спасибо, что этот день начинаете в нашей студии. Вот характерно, что история школы началась в послевоенные годы. Что известно о тех временах? Вы, как никто другой, знаете об этом? В 1943 году задается всегда такой вопрос, какая была надобность открывать в 1943 году эту школу, когда все идет для фронта, для победы, и финансы, и так далее, и так далее. А здесь, в 1 июля, открывают детскую музыкальную школу. Это одна из старейших школ в нашей Республике. И на тот момент открывали такие, была директором Ольга Антоновна Носкова-Макарова. Это выпускница Санкт-Петербургской консерватории. По классу фортепиано. Пианистка. Пианистка. Также ее муж, Михаил Михайлович Носков-Макаров, также преподавал класс фортепиано. Вот такие хорошие. На тот момент были очень знаменитые, можно сказать, такие деятели искусств, музыканты. Уже нет того здания, наверное, тех людей, кто стоял у истока. Да, к сожалению, такого здания уже нет. Это улица Комсомольская, 13, в прошлом. Но поскольку я знаю, что этот дом был знаменитых, богатых людей в городе Октябрьске, купцов. Огромный дом. Ну, так как пришла советская власть, да, дом был отобран органами. Как это, в ЛГСР, да? Комсомольцы поселились там, я даже не знаю, как она называлась, это Комсомольская организация. Во всяком случае, она там существовала. Так это сохраняется память? Да, в душе, да. В душе, конечно. Что-то сохранилось. Ну, какие-то фотографии, может быть. Может быть, вы не с пустыми руками сегодня пришли. Да, специальный журнал, да? Специальный журнал, вот. Но школы здесь нет. Деревянная школа. Маленькая, одноэтажная, такая купеческая. Ну... А кто учился в этой школе? Мы. А вы учились. А, кстати, что помните, да, о... В том времени, о первой музыкальной школе? Вообще, детство я помню прекрасно. Именно о музыкальной школе. Давайте поделитесь своими воспоминаниями. Как это было? Перенесемся в то время. Детство. Да, вот эти эмоции. И нам интересно послушать. Сейчас весь все потом. Интересно, действительно, меня повела туда мама. Там был необычайно большой конкурс, о котором я даже не представляла, не имела представить. Там стояли дети. Родители наши волновались. А мы, дети, что мы там прыгали, хлопали в ладошки, стучали карандашиком, нам было хорошо. Потом меня повели пирожное кушать, так как поступило. Это был, оказывается, большой праздник. Был огромный конкурс. А поступить могли все? Нет. Или конкурс проходил? Нет, нет. Это был конкурс на отбор. Но я хочу сказать, что конкурс в музыкальной школе всегда был огромнейший, большой. Даже до нас, когда школа находилась, вот, у железнодорожников на третьем этаже Тома культуры. Вот где мы сейчас находимся? Где мы сейчас находимся? На третьем этаже здесь была школа. Кстати, вот кто открыл Носково-Макарова, да, пианистка, вот они открыли именно здесь. Им как-то помогли власти во время войны. И школа была до 60-х годов, до 58-х годов, где-то так. Школа находилась здесь именно. Потом, когда они переехали, этого события я не помню. Я помню просто нашу школу замечательную. Как она выглядела? Расскажите. Знаете, вот купеческий дом, вот такой вот, с маленькими-маленькими классиками, темными, но всегда были чистые ковровые дорожки. Всегда. И всегда звучала музыка. А какие инструменты были? Ведь в то время сложно было достать, наверняка, какой-то инструмент. Ну, конечно. Конечно, сложно. На чем вы играли? Фортепиано. Фортепиано. И стояла фортепиано? В классах, в классах, да. В классах стояли инструменты. Ну, не только фортепиано, был баян, аккордеон. Духовые инструменты. Фортепиано. Народные инструменты. Детки бесплатные учились. А, Лимжа, много было, да, инструментов? Очень много. Очень хватало. И вот как Вера Михайловна говорит, всегда был конкурс. Чтобы попасть в музыкальную школу, всегда был конкурс. Но обучение бесплатно было, да? Нет. Платно? Платно. И до сих пор она, так она идет. Те музыкальные школы – это элитное образование, воспитание. Они все платные. А училища, колледжи, консерватории бесплатные. Потому что это культура. А вот, Вера Михайловна, кто из выпускников и преподавателей остался в Ак-Тюбе? Остались. Есть такие? Есть хвала и низкий поклон Дуюнова Эльвир Петровна. Она жива, слава богу. Моя учительница Пидорича Нина Ивановна. Скурыдина Галина Николаевна. Это педагоги нашей музыкальной школы. Это те, кто остались здесь у нас в Ак-Тюбинске. Многие, к сожалению, уехали в Россию, в города большие. И даже стали знаменитыми, награжденными преподавателями года, как Ткаченко Надежда Ивановна, тоже наша выпускница. Кстати, хочу рассказать историю. Я прекрасно это знаю. Ставниченко Антолий Иванович, директор школы, когда мы поступили, учились. Он знал хорошо семью Ткаченко Надежды Ивановны. И отец хотел, чтобы она была летчицей. Просто мечтал, что моя дочь будет летчицей. И вдруг разговаривает, вмешивается в будущее. Директор Ставниченко Анатолий Иванович и Надежда Ивановна становится прекрасным пианисткой. Это гордость нашего города. Теперь она в Оренбурге. Теперь гордятся там ей. Она до сих пор работает. И она заслуженный учитель, награждена. Что можно сказать? А вот сейчас какая целью школы? Растить профессионалов? Или все-таки привить любовь к музыке? Обоюдная. И то, и другое. И то, и другое. А много ли желающих сейчас среди современного поколения занимается музыкой? Предостаточно. Да. Очень. Всегда. То есть это талантливые априори дети, которые рождаются с каким-то талантом? Или раскрывают в себе талант? Как чаще всего происходит? Скорее всего, наверное, родители, наверное, сейчас такое, вы же понимаете, сейчас каждый родитель, что хотят, чтобы, допустим, знать иностранный язык, спортом, музыкой. Сейчас немножко родители, немножко круглозу шире. И они хотят, чтобы у них дети были, хотя бы любили музыку и понимали. Не обязательно быть музыкантом, а просто хорошим понимать музыку и любить. Потому что музыка – это все. Это тоже воспитание. Но меняются же вкусы. Ну, вкусы. Сейчас каждый третий музыкант, блогер, SMM-менеджер, понимаете? Новые направления. Вот так у рукозоли, о чем мы говорим. А как привить желание? Вы выпускники, и вы прошли эту школу. Те пласты, ксорищество, искусство. Это очень сложный путь. Это когда ребенка, знаете, как пастелин. Ребенок в руках хороших педагогов, тех самых педагогов, которые были, я надеюсь, что сейчас тоже есть хороший педагог. Я в этом уверена. Это очень сложный путь. Ребенка просто так не поставишь на рельсы, вот иди, и будешь музыкантом. Нет, нет. Здесь нужно вот постоянно с душой работать ребенка. И ежедневно, то есть, когда встречаешься. И, конечно, атмосфера домашняя. Это обязательно. Ну, я помню, что покупали и фортепиано домой. Это стоило недешево. Любой музыкальный, профессиональный инструмент, это всегда роскошь. Да, я помню, как меня в детстве заставляли играть на гитаре. На гитаре? На гитаре. Я ее просто ненавидела. Почему-то так. Вот во мне талант не открылся. Бывает. Как бы не стараться. Возможно, от учителя, от педагога. Я хочу отметить, что здесь от педагога. Я помню, после того, как закрылась школа музыкальная у нас возле дома, моя мама договорилась о частных уроках. И когда в буран, в метель я видела в окно учителя, идущего ко мне, я выключала свет, закрывала дверь и делала вид, что я сплю. Понимаете? Вот так, собственно, и проходило мое обучение на протяжении двух лет. Вот она, правда. И единственное, что научилась играть, в траве сидел кузнечик, а потом просто променяла гитару на длинные ногти. Проверим, проверим, проверим как-нибудь. Но вот все-таки, да, наверное, от учителя, наверное, где-то должно быть что-то внутри вот этой любовью, которую я в себе не нашла. Какие специальности сейчас есть в детской музыкальной школе? Вера Михайловна, Алимжа. Также, хочу сказать, пианисты, вокалисты, казнародники, и тамбра, и кобысы, и шертир, и кобысы, вокалисты, академическое эстрадное пение. Пожалуйста, приводите детей. Здорово. Туховое, это уже флейта. Туховое, флейта. Обучение сколько лет? Ну, вот так, чтобы 5-7. Академическое 5-7 лет. 5-7 лет посвятить себя музыке. А что вот, да, как раз-таки касающийся вопрос ваших учеников? Они сейчас выходят на сцену уже профессионалы, да? Обязательно. Мне в этом году 50 лет, как я выпускница. 50 лет? Это да, здорово. 73-й год. Я собираю, знаете, я собираю материалы, всем звоню, кого-то я знаю, помню, и все откликаются. Это Германия, Израиль, Россия, полностью Китай, вот, да? Но это, и все помнят нашу школу. Ну, и с такой сердечностью, любовью. Ну, это, я говорю, 80 лет. Это кузница целая. Это целая кузница. Ну, в вашем оркестре тоже много выпускников, наверное? Да, очень много выпускников. Ну, это, я говорю, что это была единственная такая школа была. Она очень пользовалась популярностью. И все, кто учился, у нас был такой педагогический состав профессиональный. То есть это были и Санкт-Петербургская, и весь Советский Союз, и Ташкент, и, допустим, Астрахань, и Саратовская консерватория. То есть все были такие, Казань, и Скоридина. Очень сильные педагоги, очень сильные педагоги. Поэтому, наверное, и это дало такой толчок, и что очень многие также продолжали учиться музыкально, учились. Почему важно детей учить музыке? Вы знаете, это... Я, наверное, скажу такую фразу, я ее запомнила. Петховим говорил, что каждого ребенка, который нужно учить музыке, тогда не будет преступников. Такая фраза, она во мне живет. И слышала я это в детстве, когда говорили, что самый лучший мир музыки. Это же, ну, понимаете, какое-то нравственное здоровье духовное. Просто здоровые люди, нормальные, где любовь, дружба, лучшие человеческие качества. Это музыка. Прекрасно. Безгранно отношения. И у нас совсем другой мир. Вот в музыкальной школе находишься, в музыкальном колледже. У нас совсем другой мир везде. То есть это музыка. Мы какие-то другие особые люди. Мы все понимаем. Но это, наверное, не касается современной музыки. Я бы не сказала. Это классика. А вы современных исполнителей кого слушаете? Вера Михайловна? Я, наверное, как-то... Нет, я люблю современных исполнителей, но я обожаю классику. Я успокаиваюсь. Ну, я сейчас... У меня такая профессия, то есть непосредственно, где камерный оркестр, мы играем весь формат. То есть и классический формат. Да, для меня это было большое удивление несколько лет назад. Какую композицию ты слушал? И рок, и рок, и реперсуар. То есть все. Сейчас потому что такая востребованность, и поэтому, раз публика требует, ну, должны. Это же так же и пример, как вот Лондон, Симфонийский оркестр, это не просто они играют классическую, они все играют. То есть и мультфильмы вот эти озвучивают, вот эти кинофильмы и так далее. То есть рок-концерт, то есть очень спектр большой, широкий, то есть выбор на каждый концерт, допустим. Когда планируете отмечать 80-летие детской музыкальной школы? Мы хотим совместно с детской музыкальной школой, также филармония. В этом году 80 лет школе, 20 лет моему оркестру, мы решили провести неделю музыки на осенние каникулы. Это с 30 октября по 5 ноября, где будут участвовать все отделения, отделения музыкальной школы, то есть фото-пиано-отделения, русских народных, казахских народных, вокальных, дают отчетные концерты, потом будут мастер-классы. Мы также приглашаем в эту неделю музыки всех деятелей искусств нашей республики и за рубежа. Также мы приглашаем всех выпускников, где будет проводиться мастер-класс. Это все будет в рамках недели музыки. Здорово! Это будет в городе большой праздник, насыщенный. То есть тут будет связан и музыкальный колледж, университет Жубаново, музыкальная школа, филармония. То есть все штаб-хат идет, мы все это объединяем и как бесплатно для нашего города. То есть прийти может каждый? Каждый ребенок, каждый родитель, чтобы будут и мастера искусств, и выпускники, и артисты приедут, и мастер-класс. То есть тут все в целостности, такая большая программа. Как у нас неделя будет? Осенненькой, мы желаем вам успехов и удачи. Спасибо большое. И музыка звучала в ваших сердцах всегда. И для всех. Спасибо большое. Ну вот и среда наступила, дорогие наши. Всем хорошего рабочего дня. С вами были в одной компании мы, очаровательная Маша Максимлюк. Несравненный Дмитрий Жиш, наша дружная творческая команда. Готовы желать вам каждую секунду хорошего дня и отличного настроения. Просыпайтесь, пробуждайтесь, творите дела. Пусть у вас сегодня все будет просто замечательно. И цените время крепкого здоровья вам и вашим близким. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова